Палеозойская эра. Влажный и тёплый климат каменно-угольного периода привёл к бурному расцвету папоротникообразных. В это время земля была покрыта лесами из древовидных папоротников, хвощей и плунов. Среди деревьев порхали гигантские летучие тараканы и меганевры, а в гниющей растительности пировали гигантские артроплевры. 350 миллионов лет назад уровень кислорода в атмосфере составлял 35%. Грибы и микроорганизмы пока ещё не научились вырабатывать ферменты, способные эффективно разлагать древесину. Поэтому отмёрзшие деревья не разлагались полностью, а отлаживались в болотистой местности. Именно тогда появились первые залежи каменного угля, которым сейчас пользуется человечество как одним из основных видов ископаемого топлива. В 1958 году в штате Иллинойс палеонтолог-любитель Фрэнсис Тулли в таких каменноугольных отложениях и нашёл окаменелости этого странного создания. Тулли-монстр К кому только не причисляли это загадочное ископаемое существо, жившее в Карбоне 300 миллионов лет назад. Его пытались назвать и червём, и моллюском, и членистоногим, и конодонтом. Кстати, сейчас вы можете нажать на паузу и написать в комментариях, к какому отряду животных вы бы отнесли это существо. Принимаются ответы даже типа «таракан из альфа-центавры». В итоге, изучив более тысячи окаменелостей Тулли-монстра, а именно так его назвали в честь первооткрывателя, исследователи из нескольких американских институтов и музеев отнесли его к многообразным бесчелюстным. Животное имеет сегментированное тело длиной до 30 сантиметров, снабжённое спереди длинным хоботом с зубастой клешнёй на конце, а сзади плавником. И ко всему этому у него на макушке прикреплён длинный жёсткий стержень, на концах которого сидят глаза. Морфологический анализ животного, который провели в Ельском университете, помог прояснить кое-какие детали монстра Тулли. Первоначально биологи пришли к мнению, что двухмерная структура в середине окаменелостей, которая раньше считалась следом от кишечника, на самом деле является хордой, то есть рудиментарным позвоночником. Но позже сравнили металломеланосом из глаза Тулли-монстра с металлами-меланосом современных позвоночных, найденных в тех же породах и в той же местности, чтобы исключить возможные несовпадения. Оказалось, что меланосомы из глаз Тулли-монстра содержит мало цинка и много меди, а это говорит о том, что монстр Тулли с высокой вероятностью всё-таки мог быть беспозвоночным. Но это не точно. В общем, начались дискуссии, образовались два лагеря и возникла зоологическая загадка. Но всё же в одном мнении исследователи всё-таки сошлись. Речь идёт о том, как существо вело себя в среде обитания. Тулли-монстра однозначно можно отнести к хищникам. Строение хвостового и спинного плавников говорит о том, что Тулли-монстр был довольно быстрым пловцом. Ну а широко расставленные глаза на длинном стержне позволяли животному неплохо ориентироваться и выслеживать добычу. Поймав жертву в виде какого-нибудь канадонта или моллюска при помощи своей складной клешни, он жёстко разрывал её своим зазубренным ртом на мелкие кусочки. Ну а при помощи языка, который был усеян мелкими шипами, превращал всё это дело в массу для лучшего поглощения. Да, метод весьма жестокий, но что поделаешь, таковы были реалии палеозоя. Итак, подводя итоги, мы имеем довольно неоднозначное существо из палеозойской эры, жившее 300 миллионов лет назад и найденное в Иллинойской шахте. Позвоночным был Тулли-монстр или беспозвоночным, к единому мнению так никто и не пришёл. Какую роль в экосистеме карбона играло это существо? У кого какие мысли на этот счёт? Давайте подискутируем в комментариях. И да, ещё говорят, что если нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео, то ночью должен обязательно присниться Тулли-монстр.